Украинская служба разведки Граждан Беларуси не соглашаться с этим принудительным участием в войне даже тогда И отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси К людям и гражданским и в погонах вас втягивают в войну И даже активнее чем это было в феврале и весенний месяц В Кремле за вас уже все решили Ваши жизни для них ничего не стоят Но вы не рабы и не пушечное мясо Вы не должны умирать И вы в силах не дать никому решать за вас Что вас ждет дальше Ракетные обстрелы произошли в день встречи Владимира Путина Александра Лукашенко Которая прошла в Петербурге Где они обсудили вопросы внешней торговли, импортозамещения И что самое интересное как раз военного сотрудничества Несмотря на то, что официально Беларусь не участвует в войне Еще с 24 февраля многие факты говорят о том Что армия Лукашенко все-таки способствует России в наступлении на Украину А сам президент Беларуси в первые недели конфликта выступал даже с инициативой переговоров Президент Беларуси У меня сейчас наш следующий спикер Это Павел Павлович Латушка Руководитель Народного антикризисного управления Член Президиума Координационного Совета И белорусский политик попросил не называть Александра Лукашенко президентом Называть его самопровозглашенным президентом Павел, здравствуйте, рада приветствовать вас в эфире Хотела обсудить вам Здравствуйте Вот вам кажется, насколько все-таки велика роль белорусов Лукашенко Армия Лукашенко в той войне, которая сейчас разворачивается Уже больше четырех месяцев идет Вы знаете, здесь как раз нам не надо ни фантазировать Ни пытаться анализировать или делать какие-то прогнозы Надо смотреть фактом в глаза И они заключаются в следующем Первое, сам Лукашенко публично На заседании Совета Безопасности Беларуси А в последующем на встрече в Кремле с Путиным Еще в марте месяце сказал Вы помните этот мем А сейчас я вам покажу Откуда на Беларусь готовилось наступление И он признался о том, что упреждающие ракетные удары Были нанесены с территории Беларуси В 23.00, 23 февраля Еще до начала наземной военной операции Российской Федерации на территории Украины В последующем Лукашенко, используя верное ему подразделение Государственного пограничного комитета Министерства обороны Обеспечил открытие линии государственной границы Все инфраструктуры для того, чтобы российские танки И военнослужащие смогли войти на территорию Украины С территории Беларуси Особенно это мы видели с вами в районе Чернобыльской Атомной электростанции Фактически вооруженные силы Беларуси Вооруженные силы России, которые вошли из Беларуси Как раз таки и двинулись в направлении Киева И во многом та трагедия, которая произошла в Буче Является результатом того, что Лукашенко Открыл именно это направление По данным как Пентагона, так и Беларусской народной разведки Это подтверждено видеоматериалами, другими доказательствами Уже на сегодняшний день около 700 ракет было запущено С территории Республики Беларусь вооруженными силами Российской Федерации А также было запущено с самолетов, вертолетов, стартовавших с военных аэродромов в Беларуси А последний пример это когда российские Ту-22М зашли в воздушное пространство Беларуси Уже с территории России и нанесли ракетный удар по Украине Это как раз тогда, когда Лукашенко и Путин встречались в Санкт-Петербурге Лукашенко предоставил всю военную инфраструктуру И об этом есть огромное количество видеозапись, свидетельских доказательств Когда по железным дорогам, по автодорогам Беларуси Передвигались российские вооруженные силы, которые концентрировались у линии государственной границы с Украиной Также использовалась медицинская помощь, радиоразведка и так далее То есть доказательств больше, чем достаточно В соответствии с международным правом И это, кстати, указывается в соответствующих резолюциях и Европейского Союза И позициях Соединенных Штатов Америки, Государственного Департамента И G7 это подтвердило уже дважды, если не трижды на уровне глав государства и министров иностранных дел Беларусь предоставила свою территорию для ненесения агрессии в отношении Украины Соответственно, в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН с 1974 года Беларусь рассматривается как страна-агрессор Поэтому Лукашенко играет ключевую роль в этой войне Как он сам признался некоторое время назад Если бы ему не удалось удержать власть в 2020 году Вряд ли, возможно, была бы так называемая специальная операция России против Украины Я хотела... Ой, сейчас спрошу у режиссера У нас есть вот кусок, где Александр Лукашенко дает интервью Гордону И рассказывает как раз про свои военные планы Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста Для меня крайне важно, как для человека, который любит свою страну Где погибло 14 тысяч уже человек От российских наемников, от российского оружия Для меня крайне важно, чтобы территория Беларуси Граница с Беларусью охранялась белорусскими пограничниками Белорусскими войсками Чтобы там не стояли россияне Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси Россияне к нам не придут? Никогда Спасибо Тем более с оружием Никогда Да, вот вам и никогда Да, кстати, еще вот мнение одного военного эксперта Некого Александра Мусиенко Он пишет о том, что Путину выгодно подставлять Беларусь Беларусь под удар А Лукашенко с этим соглашается Потому что он в абсолютной зависимости от России Вот этот тезис хотела с вами тоже обсудить Насколько и правда выгодно подставлять Беларусь Хотя весь же мир и так как бы смотрят в сторону России сейчас Скорее, чем в сторону Беларуси Ну, комментируя вот это интервью Гордону Лукашенко Я хочу сказать, что общаясь с украинскими высокопоставленными политиками Они сказали, что как раз таки вот это никогда Они не забудут никогда Лукашенко За то, что он открыл двери, он открыл границу И был нанесен удар по Украине Откуда они надеялись Не будет осуществлено нападение Не будет осуществлена агрессия И это они никогда не забудут Это Лукашенко должен очень четко вчитывать Свою будущую политическую перспективу Это профессиональный лжец Лжец, который может сегодня сказать утром одно К вечеру совсем другое А завтра вернуться к тому, что сказал утром И это тоже, я думаю, все уже политики понимают У него нет веры Вот как раз таки выгодно ли подставлять И у Лукашенко нет возможностей Вы знаете, мне кажется, здесь заводится ошибочный тезис Который мы все повторяли И в том числе и я, наверное, и многие из экспертов Мы как бы попытались создать имидж Лукашенко Что он такой бедненький Ему так тяжело На него так давит Путин Он так его претенгует, что у него ничего не остается Как только выполнять поручения Путина И, значит, делать то, что хочет Кремль И это так и не так одновременно Нужно понять психологию этого человека Нужно понять его восприятие самого себя в этом мире Это просоветский по ментальности человек Это человек, который выступает за русский мир Который выступает за воссоздание Российской империи Вопрос в том, какую роль он видит для себя в этой Российской империи Ну, когда-то он мечтал во времена Ельцина Восседать в Кремле Я не думаю, что эти мысли у него уже затерялись где-то в голове Кто-то скажет, ну, это нереально Я соглашусь, конечно же, нереально Но вопрос в том, что в уме, в голове Лукашенко Все реально И поэтому вот эта профессиональная ложь, которую он произносит Она присутствует и внутри его самого Если же мы поддаемся тезису, что он находится под давлением Тогда возникает вопрос его субъектности С точки зрения ответственности Ответственен ли он за то, что он совершает сегодня Военные преступления против Украины За то, что Беларусь из-за него стала страной-агрессором Он несет за это полную ответственность Если же мы будем пытаться продать или купить тезис Что он вынужден это делать Он, бедолага, под давлением Ну тогда возникает вопрос А за что же ему тогда отвечать? Его же заставили, он же не хотел, он сопротивлялся Поэтому он несет всю тяжесть, всю полноту ответственности Как единственный союзник Путина-Кремля В этой войне против Украины Субтитры создавал DimaTorzok